Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучения святого Иоанна Завдовуста на Евангелие от Матфея 10, глава 3, 2 стих. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Моем Небесным. Для чего же он не довольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания, для того, чтобы побудить нас в дерзновение, в большей любви и усердию и возвысить. Почему и говорит ко всем вообще, а не разумеет здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих из тех, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению, и исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильное или еще не сравненно больше предлагает воздаяние. Ты приобрел боли для себя, говорит он, за то, что ты первый меня здесь исповедовал. И я, говорит он, обогащу тебя более, когда дам тебе более, и не сказано более, так как я тебя исповедую там. Видишь ли, что там предуготованы и награды, и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься, что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе, и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся, в будущем веке ждать тебя за это сугубая награда. Если ты сделаешь что-нибудь худое, и останешься без наказания, не ленись. Там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время воздаяния лицов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя человеколюбивейший из всех отцов? Тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые. Потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. И так, рассеяв боязнь и страх, колебавшиеся от них души, последующими словами опять вселяет в них бодрость. Именно страхом изгоняет из них страх. И не только страхом, но и надеждой великих наград, при том еще угрожая с великой властью. Он отовсюду побуждает их к безбоязненному исповеданию истины. Так, продолжая речь, «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Матфея 10, глава с 32 по 33 стихи. «Для чего же он недовольствуется только сердечно верой, но еще и требует устного исповедания?» Это многих, которые поверят в Госуду, привлекают к апостолам и отвергающихся в муках, подвергаются большему утомлению и исповедующих в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Аминь. Спасибо.